Лидер Китая Си Цзиньпинь и российский правитель Путин считают, что между Украиной и РФ до конца года пройдут мирные переговоры, пишет испанское издание El Pais. Об этом, как сообщает газета, заявил венгерский премьер Орбан в отчетах европейским лидерам о поездках в Москву и Пекин. Стоит отметить, что в ЕС крайне недовольны последними визитами венгерского премьера. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии, как страны-представителей ЕС, нет мандата на взаимодействие с Россией. Однако в своих письмах Орбан сообщил, что лидерам Евросоюза необходимо поговорить с Китаем для подготовки к будущему диалогу. Говоря о формуле мира, Орбан отмечает, что Путин считает актуальным предложение, которое было выдвинуто весной 2022 года. План предполагал, что украинский полуостров Крым останется под российской оккупацией на время, но без украинского признания. Киев отказывался от членства в НАТО, устанавливал предельную численность и потенциал украинских войск, а также заявлял, что несколько западных стран предоставят гарантии безопасности и помощь нейтральной Украине в случае нападения. Теперь Путин также предлагает прекращение боевых действий с рядом условий, которые в основном означают капитуляцию армии Украины. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос про цель вернуться к границам 1991 года, сказал «Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно прежде всего спасать людей и государство. Мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы Путин проиграл». Констатировал украинский президент. Зеленский отметил, что присутствие оккупантов на украинской земле в любом случае будет означать замороженный конфликт и лишь вопрос времени, когда Путин нападет снова. Президент добавил, что лучший способ остановить войну – подготовить планы и организовать в ближайшие месяцы второй саммит мира, чтобы мир нажал на Путина, чтобы остановить войну. Субтитры создавал DimaTorzok